Последний день. Мы должны были в этот день уже, в принципе, в обед уехать по плану в Мариуполь. И Серега хотел доснимать общую картинку, там всех и разрушений, и бойцов поснимать. Потом нам дали сопровождение. Серега еще не поленился, спустился в подвал, где мы жили. И сделал такое селфи в боевой обстановке, в зеркале. Собрались, пошли на позиции наших ребят. Танчик еще постоянно повторял, что перебегайте, перебегайте, все открытые местности мы перебегаем, не ходим. А Серега удивлялся вечно, говорит, ну вообще ничего, не страшно никакого-то, не адреналина, ничего. Неужели человек привыкает к этому раз и навсегда. Потом мы шли какими-то задворками, мы уже отснялись, уже возвращались. Шли какими-то задворками, была тишина, вообще ни выстрелов, ничего, вообще ничего не работало. Ну и я остановился сфотографировать самокат брошенный в руинах. И тут как раз прилетел взрыв, а потом... Дальше я помню только слайды. Помню мысль была, что хорошо ребята залечь успели. Потом-то и делаешь. Я не помню, как я подошел, я не помню, как я там вообще оказался. Первое отчетливое, уже четкое воспоминание, как прибежали медики. Сережа, ежик мой. Познакомились мы в общем-то давно, в 2008 году. Он как раз только, в общем-то, перестал быть дизайнером и пришел на работу сегодня. Это был август, день независимости. И он как раз приехал из первой своей горячей точки, из Грузии. С Сережей мы были знакомы в середины 90-х. Вот. Познакомились сначала как в такой музыкальной теме. А были общие вкусы музыкальные. На одни и те же концерты ходили. С одними и теми же людьми общались. Вот. А потом как-то так раздружились. И вот уже 20 лет. Как-то самому не верится. Сережку знал, получается, почти лет 10. Мы ведь познакомились с ним. Не буду говорить, что подружились. А именно познакомились еще до сегодня, до редакции, до газеты. Работали с ним вместе в рекламном агентстве. Я копирайтером. Он дизайнером. Это вообще сложно представить Серегу, сидящего с мышкой компьютерной. Это тот сутками напролет и в монитор глядящим. С Сережей меня познакомил наш общий друг, который занимался рекламой. Возглавлял рекламное агентство. Представил его как талантливого дизайнера. Это было не его просто. Это настолько ощущалось как-то четко. И при каждой первой возможности он пытался куда-то слинять с этого офиса, с этих четырех стен, куда-то пойти. Даже тогда, когда у него не было еще своей там камеры какой-то, он там одалживал, что-то брал, пытался там фотографировать, говорил, что ему это интересно. Я сегодня нашел фотографию такую интересную, где была одна из первых его таких, ну, полупрофессиональных камер. Я помню, насколько это было для него таким событием. Он этому очень долго шел и радовался. Наверное, потом уже, когда мы с ним встретились здесь, причем не сговариваясь, он ушел из рекламного агентства, я через какое-то время ушел, мы с ним встретились оба здесь. И как-то оба, наверное, не были удивлены, что встретились именно здесь. Он любил фотографировать, мне нравилось писать. Вот оно как-то все и срослось по итогу. И, наверное, фотография, вот куда он перешел фотография, дала ему возможность реализоваться полностью, как творческому человеку. Конечно, это другая динамика. Конечно же, это другие совершенно творческие решения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он был просто вкусный, если так можно сказать вообще про мужика. Потому что он, если что-то делал, то делал это с кайфом и со вкусом. Не важно, что это, готовка выпить, пройтись, поработать, поболтать о душах. Он все равно это делал со вкусом. У него это получалось как-то не наигром, а вживо с кайфом каким-то определенным. Сережа Николаева, мы очень много ездили в командировки. Последняя из них это была в уже аннексированный Крым. За 5 дней мы обошли пешком, с рюкзаками, на автобусах 11 городов. И, знаете, это было невероятно, когда ты все время чувствуешь такую поддержку. Тебе не бывает страшно. Ты знаешь, что ты напишешь великолепный текст. Ты знаешь, что у тебя все получится, потому что рядом этот улыбчивый и великолепный человек, который тебя поддерживает. Можно на самом деле вот четко сказать, что Серега был очень храбрым человеком. Когда мы ездили в Крым, и я по глупости своей остановился поснимать какие-то терки людей, которые там что-то делили. В общем, а потом, когда меня начали бить, я кричал ему, чтобы он убегал оттуда. А он не убежал, он остался и вступился за меня. Хотя это было, если честно, глупо совсем. Но потом он говорит, ну когда же я тебя брошу, ты же друг мне. Вот знаете, это был человек очень чувствительный к друзьям и к тем, кого он хорошо знал и прекрасно относился. Потому что я летом прошлого года сломал ногу, и он на следующий день уже был в больнице. Никто его не просил, никто его не предупреждал. Он нашел меня и спросил, что тебе надо, чего тут тебе не хватает. А ну говори быстро, потому что я сейчас этого главврача возьму за горло. Его хватало на всех. Это удивительно, но его хватало на всех. Причем все считали его другом и он всех считал друзьями. Он поддерживал, он говорил не на отвлеченные вещи, он говорил действительно о том, что важно для тебя. Он знал, когда поддержать, в какую минуту, какое словцу тебе сказать, чтобы тебе стало действительно легче. И это настоящая дружба, настоящая поддержка. Это было где-то 2009 год, август месяц. Ехала очень небольшая команда журналистов на Гаверлу. И мы все очень-очень-очень рано утром собирались на нашу маленькую маршруточку, которая нас повезет. И постоянно ждали, 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 ждали. Уже типа мы собирались где-то на полшестого, уже 7 утра, а мы все еще ждем. И когда открываются двери, появляется Серега, у меня была просто истерика, потому что я не могла себе представить, кто мог застрять в лифте в 6 утра. Это нужно иметь такую удачу сумасшедшую, что я просто не знаю. Когда мы подымались на Гаверлу и видим так где-то вдалеке на Айска, что по той тропинке намного дальше подымается Ющенко. И это сумасшедший спуск вниз, потом бегом с кучей аппаратуры бежишь вверх на Гаверлу. И когда мы уже где-то не доходя одну треть до Малой Гаверлы, я уже просто реально почувствовала, что все. Я ему просто кричу, Сережа, сделай мне пару кадров, я остаюсь тут, я буду лежать, умирать, но я уже не могу из шага ступить. Он возвращается, зовет еще нашего коллегу, на него цепляет мой рюкзак, меня берет за шкирки и затаскивает меня на Малую Гаверлу. Повторяю, мы своих горах не бросаем. Он, насколько быстро влився в наш коллектив ТГ Фемилии, что, например, у нас фотографии все наши, они всегда были, ну, просто штатные фотографии, которые получают бейдж фотографа на слюте и работают с фотографами. То Сереж, он был частью семьи, оргкомитета, он всегда, он даже в выборе у нас в группе был, где мы там, все наши рабочие моменты. Где-то он под вечер уже, конец третьего дня, накатил, чтобы с собой не носить рюкзак, попросил его где-то, чтобы за ним посмотрели и забыл, что он его уже кому-то оставил на хранении. А потом ходил-ходил и очнулся, что он без рюкзака. Приходит, говорит, рюкзак где-то потерял. И началось это, мабуть, эпопея была на 2 часа, по рации, начальник охраны, начальник комендант лагеря, все, прием, прием, рюкзак пропал. Мы все начали просто, все поднялись, все, кто это слышал, все бегом шукали рюкзак. Потом нашли, нашли там, где и не ждали. Оказывается, его там нормально охраняют, держат. Семен Семенович. Я иногда сейчас задумываюсь о том, что Сержа нет. И мне кажется, что это неправда, что сейчас прийдет Тараска и Серж скажет, а я же с вами, да? Слишком, наверное, был такой предрасположен к экстриму. Наши вот эти байкерские покатушки со мной за стеной были именно, наверное, это питочки. Он лез везде. И сцена, и колонна, и соревнования, и конкурсы. Я так его ждал, хотел с ним пообщаться, и как раз вот звонил ему накануне. Там нам надо было поговорить, и мне интересно было, что там и как, и на будущее обговорить планы. И как-то так вот на следующий день узнал, что он ушел. Еще самое большое сокровище Сереги – это его дочь. Он часто говорил о Лере, он часто говорил о Диме, ее молодом человеке. Он очень гордился ими. Когда мы ездили в командировку в Днепропетровск, это было практически перед его отъездом в зону АТО за пару дней. В месте, где мы ужинали, были нанесены руны. И он говорил, что вот я дождусь, когда Лерка мне сделает татуировку. Вот она научится бить эти руны скандинавские. И вот она мне сделает татуировку из этих скандинавских рун. Он очень гордился всеми, всеми ее успехами. И постоянно говорил, что она для него – это самое главное и самое дорогое, что есть в этой жизни. Я просто реально ухахатывалась, когда он рассказывал, как они гуляли ее в выпускной в школе. Это просто, это было что-то. Он говорил, и тут мы с Лерой стоим, я ей говорю, там родаки побежали, короче, нам нужно быстро отсюда сматывать, потому что тут скучно. Потом такой говорит, я останавливаюсь и говорю, боже мой, я же сам родак, я же папа, как я это могу говорить? Но все равно побежали. Действительно, он очень любил дочь. Он очень любил дочь. И очень гордился того, что вот она такая выросла, такая, как, скажем так, все то, что он хотел в ней видеть, какие-то вкусы, стремления, желания – это все в ней есть. Он рассказывал о Лерке всегда с такой теплотой, с такой вот, с такой вот душевностью, вот, настолько был какой-то любящий такой отец, и не хватало ему, наверное, вот, ему хотелось больше общаться с Леркой, может быть, он стремился, вот, когда мы ехали, допустим, во Львов, на океан Эльзи он хотел. Вот мы возьмем Лерку и вот обязательно будем вместе. Помню последний раз, это когда Лера пошла в первый класс, и вот Сережка пригласил вот этот вот праздник, и я родителей его там видел. До этого мы тоже общались. Ну, я не удивлен, конечно, тому, что они по-другому себе, возможно, представляли, какой будет у них сын, я имею в виду, с точки зрения того, что… Потому что то, что делал Сережа, то, как строил свою жизнь Сережа, это отличалось от того, как они себе это представляли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ощущение нереальности потери. Потому что до сих пор я как-то не могу свыкнуться с тем, что Сереги уже нет, и временами, там, куда-то выходя из дома, что-то заметив интересное, постоянно думаю, вот клево, он бы заценил, ему бы понравилось. На самом деле без Сережки очень тяжело, но я знаю, что он бы очень ругался за то, что мы все так скорбим, плачем, переживаем и чувствуем его нехватку. Я знаю, что он бы говорил, да ну давай, ты что, Олька, приходи в себя, я все равно с вами. Я уверена, что он бы страшно ругался по поводу того, что мы горюем. И поэтому ты заставляешь себя просто думать о нем, ну не жалеть себя, что вот ты лишилась такого друга и такого прекрасного человека и профи, а говоришь себе, что на самом деле счастье, что судьба тебе подарила столько лет рядом с Сережкой. Не знаю, мне как-то вот, что нравилось Сереге, он никогда ни про кого не говорил плохо, ни разу не слышал. Он мог быть в плохом настроении, мог быть в мерзком настроении, уставший там, без денег, еще как-то, ну как у любого проблемы человека, но он никогда не был злой, никогда не говорил ни про кого плохо. Видел кто-нибудь Николаева злым, вот таким, по-настоящему, нет, никто не мог этим похвастаться. Правда, есть один человек, который сказал, ну знаешь, я его попыталась довести, но он вовремя говорит, давай на этом остановимся. Но вместе с этим он больше всего запомнится всем, как очень добрый, отзывчивый и позитивный человек, который готов был делиться всем, что у него было, который жил одним мгновением и который был настолько ярким, что на его фоне все остальные просто меркли. Сережка был настоящим мужчиной, настоящим другом, решительным, бесстрашным, безбашенным, весельчаком, но с глубокой своей философией, потрясающим, потрясающим человеком, Карлсоном, который жил на крыше, на самом деле он на этой крыше и живет сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok